Всем привет! Lada Priora, седан, исполнение норма. 1.6, 106 лошадок, 5-ступенчатая механика. Здесь добавлен пакет климат, подогрев переседений и климатическая система. Итоговая стоимость машины 503 900 рублей. Машина представлена в черном цвете. Давайте смотреть. Итак, старая добрая Priora. Все прекрасно, видите? Хромовая окантовка. Машина уходит в этом году летом. Все, больше не буду пускать. Что здесь у нас с колесами? Да, стоит тут, видите, защита стоит. Штампы и колпаки. Стоимость 560R14. Бел шина. Здесь, как видите, прыжковички. Повторители поворотов. Не до конца опускаются стекла. Анахронизм. Горной замок. Здесь, как видите, в арках ничего нету. А сзади только такой маленький брызговичок. Ну, что делать? Что есть? Большие булки Лада, Priora. Давайте посмотрим, что у нас снизу. Вот так все здесь сделано. Замочек. Звучок бензобака. Такой-то он простенький. Не будем рекламировать на нашу нестерную компанию. Все простенько. Когда-то это была супертачка. Многие начинались в Priora. Ну, давайте пойдем в салон. Посмотрим, что там. Еще раз. 503 тысячи, 900 рублей. Сейчас можно заплатить и получить эту помощь. Давайте посидим в салоне. Так. Ну, понятно, что здесь все будет твердое. Тут тоже. Такое вот книжка. Саморезики видно. Блокировка. 2 литра стеклоподъемника. Здесь у нас регулирует зеркала. Здесь что, как видите, мягкие коврики. Lada Priora. Сиденье я уже сдвину до конца назад. Здесь у нас барашек регулирует спинку. Давайте присядем. Вот так тут все смотрится. Как-то узковата машинка. Такая незатейливая приборка. Здесь, как видите, такие хромовые вставочки. Живот холода. Естественно, все твердое. Здесь у нас яркость приборов. Могу наклона и так далее. Все это понятно. Кнопка открывания капота. Руль, естественно, здесь не в коже. И регулируется он только по высоте. Естественно, он ни разу не мультируль. Ну и тут, как видите, у нас все простенько. Вот такой коврик. Воздуховоды. Так, все мы это делаем, регулируем. Давайте посмотрим, что у нас в бардачке. Здесь есть подсветка. Довольно-таки приличный бардачок. Я вам скажу. Вот так выглядит передняя дверь. Тут даже что-то есть наподобие нишки. Веточку какую-то положить бутылкой. Там точно не влезет. И в дверях есть динамик. Вот тут что у нас. Рециркуляция. Здесь заглушка. Подогрев заднего стекла. Это у нас получается аварийка. Еще такая нишка. И здесь, как видите, такой вот узел. Кондиционер. Авто. То есть здесь стоит климат-контроль. Различные зоны. И скорость такая ведь обдула здесь. Так вот. Ну, кстати, вот эти все крутилки, они очень-то приятно таких крутить. Только у них другой чуть-чуть хлоп. Хотел сказать, прорезиненные. Да нет, они такие пластмассу. Но, по крайней мере, вот они выглядят простовато. Ну, как по мне, так вот если бы вот так вот сделали в Весте, вот это вот все так красивенько, мне казалось, мне кажется, ну, лучше бы там смотрелось. Что думаете по этому поводу? Пишите. Здесь дальше что? Такой еще один ковричек. Честно говоря, я почему смеюсь? Потому что вот это все, как же, ну, не знаю, такие анохронизмы. Ну, что это такое? Коврички-то здесь подстаканик. Ну, и вот здесь такой у нас рычажок, он небольшой. Хром по кругу и типа кожа. Здесь, как видите, продлились подогрев сиденья и здесь розеточка. Вот кнопочка открытия багажника. Лучник. Клопка у нас черная тут. И здесь еще вот есть такой подлокотничек. Понимаю, что он поднимается. Небольшой, но есть. В общем-то, неплохо, неплохо. Так, боковые упоры отлично. Такие все упруги, твердые. Здесь тоже все неплохо. Клопка. Ремня по высоте. И давайте еще раз посмотрим переднюю панель. Как видите, все просто. Минимализм во всем. Ну, в общем, как-то так. Давайте, наверное, пойдем сейчас, посмотрим, что у нас сзади. Сейчас я сиденье под себя отрегулирую. Вот так бы я, да, поехал. Ну, пойдемте назад, чтобы знать, что там. С таким звуком закрывается интересно все. Вот такая карта дверей здесь, сзади. Заглушка, весло. Ручки. Они как бы даже и не хром, не похоже, че пластиковые. Давайте присадим здесь. Так, я сел сам за собой. Рост метр семьдесят два. Ну, что-то еще. Три пальца, ну, четыре, да. Вот, это очень мягкая спинка. Можно, как бы, даже чуть вот так вот сесть. Более вольно ноги. Как видите, хорошо туда заходит под сидушку. Так что можно усесться поудобнее. Здесь есть кармашек в пассажирском сидении. Ну, и здесь, как видите, ничего больше нету. Такой небольшой туннель. Ну, и что? Вот так выглядит дверь задняя. Стационарные такие ручки, видите, они. Здесь потолки нет. Плафона для задних пассажиров. Извещение сзади есть, как видите, такая вот нишка для мусора. Ну, и вот так смотрится задняя полка. Тут, как видите, такой огромный подмокотник. Вот так вот он выдвигается. И тут, обратите внимание, еще есть ключок. Вот так открываем. И здесь можно еще какие-то длинномеры возить. Там не халям-балям. Вот так вот. Приора еще имеет здесь лючок. Закрываем. Давайте еще раз посмотрим, как вы видели переднюю панель. С одной стороны, конечно, грустно, что ходят такие машины. С другой стороны, наверное, все-таки это когда-то в любом случае должно было произойти. Потому что уже новые технологии и так далее, и так далее. Время, как говорится, берет свое. Ну, и давайте уже посмотрим еще багажник. Нажимаем кнопочку. Багажник открылся. Продукс тоже с таким шумом. И вот у нас багажник такой. Как видите, здесь ни крючков, ничего. Вот у нас есть плафон освещения есть. Ну, вот такие здесь пружины. Здесь тоже ни крючков, ни петелек, ничего нет. Давайте посмотрим, что у нас тут. Белшина. Запасочка. Здесь что-то. Все, видите, сколько тут места тут, сколько можно все поразложить. Здесь тоже все. Вот так, видите, все обработано. Ну, и тут, наверное, да, вот там крат. Все дела. Закрываем. Ну, что сказать. Все, вот, видите, добавить, говорится, нечего. Закрываем. Тут видите, подсветка номера. Закрываем. Отлично закрылся багажник, кстати. Не ожидал. Ну, что, все вы прекрасно видели. Приворка. Кстати, здесь, обратите внимание, видите, здесь стоят. Воздух, вода не летит сюда, а он уходит на крышу наверх. Отлично. Вот эти, допустим, нюансы какие-то. Допустим, вот эти вот, ну, складывание зеркал. Может быть, как-то усовершенствовать, перенести на Весту. Вот эти все дела тоже Вестик добавили. Только в плюс бы пошло, я считаю. Ну, вот такая она приорка в черном цвете. Как всегда, пишите, что думаете. Ваши комментарии. Будем читать. Все. Всем пока. Жасливо. Субтитры сделал DimaTorzok